добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос почему прочие секты признающий христа ипостасию бога отрицаются православием как христиане интересно формулировка вопросы прочие секты вообще что такое слово секты секты однокоренное слово сектор часть часть от секты это часть от целого берется некий целый продукт берем чемодан берем от него часть чемодана ручку открепляем ее от чемодана и начинаем ее рассматривать как чемодан нарушение логики на лицо что такое секта союз людей в организации которые на своей целью поставили изучение ручки от чемодана как самого чемодана так вот признание их христианами или не признание их христианами зависит совершенно не от православной церкви то что люди именуют себя христианами на заборе мало много чего написано еще не значит забор люди которые именуют себя христианами не являются христианами не потому что или потому что, не от того, что они в секте или где-то, из-за того, что они живут вне Христа. Вот что такое нехристианство. Клайв Льюис не был православным христианином, он был лютеранином, потом перед смертью принял католичество. Но, тем не менее, его произведения рассматриваются многими православными богословами как христианские и, более того, православные. Всё, что говорит Клайв Льюис в своих сказках, оно отождествляется нами с тем, что нам говорили святые отцы. Поэтому, я думаю, что наличие христианства определяется не совсем тем, в какой организации вы состоите, а в том, живёте вы со Христом или без. Вот вспомнил Клайва Льюис и сразу вспомнил одно из его произведений. Хроники Нарнии, последняя книга, называлась «Последняя битва». И ситуация вся такая была очень интересная. Там порталом перемещение в Нарнию, для сказок Льюиса, Нарния – это отождествление с раем, Аслан – это отождествление с Богом. И вот этот сарай, в котором жил там Ишак, на которого регулярно надевали львиную шкуру и изображали из него Бога, вот этот сарай стал порталом перемещения в Нарнию. Так вот, туда, в Нарнию, зашли неверующие гномы, туда зашли люди, которых в последней книге называли «ташланцы». «Ташланцы» – это тюрска на речи, слово «таш» – это камень. Вот по всем описаниям, которые там присутствуют, мне так показалось, что это всё-таки азиаты, азиаты, мусульмане. Вот кто-то из них туда попал, и зашёл туда молодой воин, молодой воин, ташландец. И когда Аслан, прогуливаясь по этому раю, прогуливаясь по Нарниям, встретил детей, с детьми пообщались. Эти дети увидели гномов. Гномы сидели на какой-то лужах и говорят, ну что вы здесь сидите? Вы, пожалуйста, давайте, ну вот, а куда нам идти? Кругом темнота. Как кругом на темнотах, где везде свет? Ну, да посмотрите, под вами цветы. Да мы сидим на болоте, кругом грязище. Да вы посмотрите, солнце светит, никакого солнца нету, тьма. И вот одно, один и тот же объект для людей, для существ, которые туда попали, он совершенно имел разные свойства. Для одних это был рай, для других это был кромешный ад. Так вот, интересно, в связи с этим, последняя встреча. Последняя встреча произошла у Аслана, вот этого льва. Встреча с ташланцем. Ташланец, ну, так скажем, с мусульманином. Он к нему подошёл и спросил, а ты-то что здесь делаешь? Удивительную фразу произнёс человек. Он сказал, я Бога ищу. Ну, я перед тобой. Так вот, смотрите, если человек ищет Бога, он никогда не будет заканчивать свои поиски, когда ему говорят, что ручка чемодана и чемодан – это тождественные предметы. Он всегда будет недостаток видеть в общении с живым существом. Нельзя будет человека обмануть ни в какой секте, если человек ищет, кроме сектанских определений, сектанских заморочек, сектанского богословия. Если там нет живого Бога, то зачем о Боге разговаривать? Поиски живого Бога делают нас христианами. Его плоть находится в нас, посредством причастия. Его кровь находится в нас, посредством причастия. А всё остальное – книги о нём, картины о нём, мысли о нём – это просто способ приближения к нему. Приближение – общение с любимым, описание любимого, рассказ о любимом, слушание о любимом. Так вот, быть христианином или не быть христианином, не зависит от того, куда вы попали. Хотите найти Бога – станете христианами. Не будете искать Бога. Ну, ладно, вот Клайв Льюис искал Бога. Приблизился к нему настолько, что есть описание даже наших православных архиереев, которые говорят, можно ли считать Льюиса анонимным православным. Вот почему-то анонимным православным Льюиса считают. А некоторых христиантов говорят, что нет. Всё зависит, родные мои, от того, что, в конце концов, вы хотите. Хотите искать Бога – ищите. Не хотите – ну, на нет и суда нет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok